Виталий приветствую тебя на очередном эфире разбираем технически фундаментально актуальные рыночные возможности и даем рекомендации тем кто следит за нашим совместным творчеством как что можно сделать в моменте на рынках чтобы попробовать на всем этом заработать сегодня день обещает быть жарким для площадок потому что сегодня поступление байдена кстати говоря по времени даже вот сейчас дашь пару секунд попробую уточнить пытаюсь в экономическом календаре подловить этот конкретно когда ну вот так 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 а вот время есть уже 23 20 это московское время то есть поздним вечером выступление байдена которое будет посвящено новым фондом новым программам расходов бюджетных на инфраструктурный проект не нужно напутать здесь это не те пакеты которые мы ранее обсуждали по поводу фискальной поддержки населения это деньги которые будут идти непосредственно реализацию предвыборных инициатив на строительство дорог каких-то именно социальных объектов в общем инфраструктуры причем эта программа разумеется очень сильно отличается от мер бюджетной поддержки поскольку имеется совершенно другие источники финансирования этими источниками финансирования являются налоги причем сегодняшнее выступление байдена я на лифинге рассказывал как раз будет интересно не только тем что байден в очередной раз сообщит о том что готов вбухивать в экономику еще несколько дополнительных триллионов долларов интересно будет понять уже конкретно как будут меняться корпоративные налоги как будут меняться налоги для физических лиц но по корпоративным налогам там по моему до 28 процентов снова хотят поднять физические для физических лиц по доходу налог там для тех кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов в год там ставка по моему обсуждается тридцать девять и шесть ну конечно же бешеные ставки но и бешеные деньги понятное дело что такого рода расходы нужно финансировать и сколько вот веков уже человечеству но других способов найти деньги кроме как у рядовых граждан никто ничего еще не придумал меня власть но не инструменты сбора денег с простых людей хотя 400 тысяч долларов в год это не такие уж и простые люди если не зарабатывать такие деньги ну да ладно короче сегодняшнее выступление жаль что совсем поздним вечером то есть хотелось бы сегодня уже насладиться вот этой волатильностью но наверное уже будет очень интересная жарко-азиатская сессия завтрашнего дня и в целом весь торговый день я сегодня предложу идею по фондовому рынку и вот попробую как раз дать понять чего я ожидаю по факту этого события еще кстати отчеты дипи который традиционно предваряет он фарм фэрллс среда по ожиданиям безумный прирост там почти на 500 тысяч новых рабочих мест посмотрим конечно же насколько будут реальными эти цифры и дипи напоминаю предваряет он фарм фэрллс и в этот раз он фарма будут вообще супер интересны потому что сейчас конечно же важно понять в каком состоянии находится американская экономика это один из самых лучших индикаторов но этот отчет выйдет в страстную пятницу когда рынки то будут закрыты в штатах низкая ликвидность и при этом нагружена таким событием обычно когда фон немножко менять новостной низкой ликвидной торговой сессии волатильность начинает расти но когда выходит нонфарм тем более который может показать прирост новых рабочих мест там на уровне одного миллиона это конечно же точно раскачать площадки и на низкой ликвидности я думаю что мы можем даже увидеть рекордные показатели волатильности уже прям под закрытие недели поэтому я скажу за себя и добавлю опять же что эта позиция не только моя но и виталия тоже мы вам всегда рекомендуем контролировать риски загрузки депозитов потому что это важно особенно в условиях такого роста волатильности так ну давай вкратце тогда по основным идеям прошлым и пару рекомендаций на сегодня демонстрация экрана еще есть два момента которых я хотел как раз отметить по поводу там байдена сказал вот прошлые стимула которые прошли вот эти выплаты рядовым гражданам по тысячу четыреста долларов многие ожидали что вот эти деньги по опросам и вы с тобой обсуждали что они придут на фондовый рынок и скажем там разгонят очень сильно его но есть один момент эти деньги да частично ушли но вот этих скажем трейдеров рядовых их немножко развели в формате новостным фоном чтобы они инвестировали их не в обычные скажем акции которые раньше там разгоняли там apple тесла и так далее а какие-то такие более-менее известные они все вошли в эти акции очень сильно на этом потеряли потому что эти акции падают это первый момент второй момент по поводу на прошлой неделе это слышал там четверг пятница один фонд а он сильно обанкротился и попали очень сильно банки кредит свист швейцарский и кажется японский накамото какой-то там тоже имели позиции на фондовом рынке в некоторых акциях с кредитным плечом эти деньги были на эти фонды не имели права на самом деле торговать кредитным плечом у них как-то займы через банков там очень многие сильно попали и это только первая ласточка такой сигнал что какой-то шухер на рынке вот такие сложные позиции закрытия большие плюс кредитным плечом там если плечо там пятое а мы знаем что есть ребята которые работают с более большим плечом то там скажем укатывать и очень сильно и нужно быть осторожным еще один момент плюс тоже очень известная на данный момент кейте гуд я думаю ты слышал о ней которые имеют хедж фонда в сша и она скажем еще несколько лет назад очень большие деньги инвестировала в теслу говорила там три тысячи четыре тысячи она будет стоить и когда сейчас тесла упала на 30 процентов она там очень сильно резала позиции то есть ее фонд тоже минус скажем теряет несет потери и скажем вот такие моменты на рынках да некоторые акции растут и смп растет на знак растет но есть очень большинство акций которые падают вот эти моменты нужно учитывать конечно конечно отдельные корпоративные истории это вообще отдельная тема для разговоров особенно для тех кто пытается дать какую-то рекомендацию но мы с тобой в отдельной бумаге как бы не уходим и вероятно правильно это делаем потому что много раз уже отмечали что работать с отдельной бумагой но крайне перекупленного рынка давай так назовем это реакция который возможно закат которого уже близок плане восходящих тенденций это это опасно это сложно лучше всего смотреть на индикаторы широкого рынка это как раз индексы и пользоваться локальными возможностями которые остаются пока локальными есть еще на мой взгляд топлива для вот этой восходящей динамики но я не ожидаю уже истории прошлогодних когда мы фактически ну практически там удвоились по ряду инструментов по капитализации такого я конечно же не жду сейчас все эти рекомендации которые я даю в своем частном порядке они предполагают новостановление ну максимум там в пределах пяти процентов не больше а потом уже уже как бы сторонняя позиция это более приоритетно конечно же фондовый рынок скорее всего его накроет медным тазом может быть даже уже в этом году и первые прецеденты как очередной факт банкротства крупных хедж фондов серьезные потери денег маржин полы которые идут это реально напоминает ситуацию с кризисом 2008 года именно крах лемон бразерс где-то похоже можно уловить вещи по состоянию балансов и потому как корпоративный сектор работает с долгами но с другой стороны раньше не было такой надувной подушки в виде ликвидности вот этих денег которые сейчас все-таки еще сохраняют определенную долю оптимизм вот на это я рекомендую пока делать как разочную ставку так виталий пошла демонстрация нет 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 ну и по поводу да мы с тобой работаем там больше в индексах они более стабильные но тоже нужно понимать что это тоже кредитный инструмент с плечом то есть опционы плюс фьючерсы то есть если они будут валиться скажем покупатели которые покупают они тоже с коррекцией на процентов 10-15 они будут нести огромные потери а если еще больше как было весной прошлого года где бы сделали коррекцию 30 процентов это с плечом то есть это убивает под ноль под точнее под маржин кол любой фонд любой депозит и так далее то есть это нужно понимать и сейчас на закредитованность игроков на рынке она максимальная истории там за последние даже 10 лет вот передо мной как раз картиночка на телефоне смотрю то есть мы где-то по сравнению с 17-18 годом где-то два с половиной раза больше кредитного плеча взяли и объемов это это такая осторожность нужно понимать что если покупать и как ты советуешь да там из mp500 обязательно стоп лоск потому что может любой момент завалиться вниз и это может быть как маленькая коррекция может быть и большая и так демонстрация уже наверное в самом разгаре видно так ну что поговорим о евро добре кстати говоря это комментарий по поводу того что мы обсуждали с тобой в прошлый раз то есть фактически обозначался потенциал того что европейская валюта может легко просесть в район поддержки 1 17 в принципе это и произошло локальный минимум был на отметке 1 1703 сейчас до 1 1703 но но не дотянули да если прям быть совсем точно до уровня 1 17 но сейчас вот идет восстановление я рекомендую использовать вот этот рост для того чтобы зайти в короткие позиции уже с целями ниже отметки 1 17 причем моя рекомендация как фундаменталисты основана на фоне эпидемиологическом скажем еврозоне который связан с ограничениями действующими во франции во германии и италии вчера впервые вот мне кажется вообще за все время комментариев по ситуации с к видом связаны с третьей волной власти германии в частности меркель вообще обозначил третью волну как самую жесткую всех что было потому что сейчас экономика германии которая очень сильно рассчитывал на хороший 2021 год практически теряет еще один квартал и возможно из-за того что количество заболевших к сожалению растет и даже вчерашний день не стало исключением новые ограничения могут которые вступили в силу некоторое время назад и действует до 18 апреля их легко могут продлить до конца апреля либо даже на май это заставляет евро как бы оставаться на стороне пугливых инструментов которые чувствительны к риску потому что все прекрасно понимают что если сейчас эти карантин и ограничения ведущих экономик еврозоны будут оставаться в силе то все еврозона окажется на самом дне списка развитых стран которые пытаются восстановиться после ковидных времен то есть двадцатого года сейчас котировки по евро доллару 1 1732 я предлагаю сделку с лимит с уровня 1 1750 при этом стоп лосс 1 1810 и ждем уже в районе отметки 1 1550 ну 1 16 причем не только фон фундаментальный располагает потому чтобы все-таки шортить евро я еще традиционно анализирую и индикатор рыночных настроений у нас в компании также есть свой индикатор рыночных настроений тоже советую всегда смотреть на него по нему расклад сил 70 на 30 которые держатся в течение такого длительного промежутка времени уже большая часть трейдеров уверены что евро будет обязательно расти это ошибка это общее заблуждение психология толпы и как бы логично трактование этого сигнала того что рынок не даст заработать конечно же большинство всегда на нем зарабатывать меньшинство нужно быть на стороне меньшинства друзья и пока индикатор не изменит именно свои полярные значения пока не не выровняться скажем количество покупателей продавцов и не установится баланс и пока будут доминировать покупки я думаю что мы легко можем обновить многомесячные минимумы и легко добраться до значения которые обозначены короче короткая позиция по евро в приоритете золото также было в качестве актива в поле нашего внимания мы длительный период времени консолидировались заходили старая очень старая сделка была там с уровня 1720 если мы добрались быть до уровня 1720 нужно было выходить по без убытку надеюсь друзья вы это все сделали потому что я этот момент комментировал и золото провалилось очень сильно сейчас котировка 1685 но можно сказать что отбились вот от поддержки которая была на уровне 1678 1680 это давление на золото было связано с ростом доходности американских облигаций скачок тогда очередного максимума по моему уже за полтора года доллар сильно вырос золото соответственно припало новых рекомендаций по рынку драгоценных металлов пока не будет фондовый рынок s&p здесь я хочу порекомендовать сделку в лонг байс стоп 3960 пунктов причем ждем 4020 пунктов и стоп лосс можно будет поставить на уровне 3940 пунктов и ты знаешь виталий я позволю все-таки предположить что 4000 пунктов мы реально можем достичь чуть ли не там в ближайшей торговой сессии учитывая очень насыщенный новостной фонд связанный с выступлением байдена и выходом статистики по рынку труда сегодняшний дп и 5 чин и нон фарм пэрлс поэтому в следующий понедельник когда мы с тобой соберемся еще один раз я думаю что у меня будет возможность говорить уже протест психологического сопротивления 4000 пунктов и нефть которая также в центре внимания этой неделе поскольку мы этим эфиром закрываем с тобой неделю я сразу хочу напомнить что завтра заседание опек которая продолжится но но фактически стартует сегодня но двухдневные на нем будут решаться квоты уровня нефтедобычи на последующие два месяца я склонен полагать как и все со ссылкой на рейтерс бомбер что уровень нефтедобычи не изменит я рассчитывал видеть точно такую же реакцию как месяц назад когда отсутствие изменений в уровне добычи привело к росту котировок бренда и WTI сейчас котировки 64 63 я ранее уже нефть рекомендовал покупать через отложку buy stop с уровня 64 то есть мы сейчас в плюсе для тех кто не заходил по прежней отложке но считаете что есть возможность перезайти также в случае коррекции в районе 64 цели ждем в районе 67 68 то есть та же самая рекомендация питали слава тебе давай пройдемся по идеям нефть бренд прошлый раз я на стороне шартистов по поводу данного инструмента говорил все что ниже 64 75 возможно рассматривать на шорт со стоп лосса приблизительно 66 я ставил то есть лимит или просто можно было шартики подбираться к этим уровнем пока конечно цену сильно поджимают что мы сегодня возможно еще какая-то шпилька наверх и закрылись ниже этого уровня в таком случае здесь шарты по данному инструменту все что ниже 64 75 а также ниже вчерашнего хая 65 30 возможно рассматривать на шорт желательно конечно чтобы завтра опять чтобы мы сегодня возможно еще какая-то шпилька наверх и закрылись ниже этого уровня в таком случае здесь шарты более возможно хотя вот этот момент мне не нравится что поджимать цену наверх возможно еще не исключаю что как-то вынес более глубоко нефть сейчас очень волатильная стоп лосса уровне 100 пунктов это даже маленький поэтому конечно тоже сильный не хочется ставить если будут выносить лучше зафиксировать убыток и при возврате снова ниже уровня 64 75 65 30 возможно снова заходить шорт поэтому стоп лосс где-то в районе там 66 66 50 шарты с текущих все что ниже этой области рассматриваю на шорт с возможным снижением в район там 60 и возможным ниже обязательно стоп лосс риски потому что говорил что есть здесь шансы и можем как который был показан марки поэтому это нужно учитывать поэтому пока оставляю идею нашу в принципе который будет там без разницы бренд light они аналогичные по лайт уровень это ключевой 61 80 62 плюс-минус тоже вчера был неплохой заходной импульс вниз а сегодня если мы чуть-чуть еще подрастем закроемся ниже где-то на этом уровне 61 здесь тоже есть шансов и вниз дальше по золоту золота сделать разбор позиции напомню я на прошлом деле всю неделю шаркил был момент у меня с ученицей проводил на прошлой неделе занятия рассказывал очень детально почему здесь шор должен быть по данному активу модель квадрат по тренду и устал немножко шаркать на прошлой неделе она никак не шло там давала моменте 100 пунктов и так далее ожидалась порядка 1700 и ниже и какой-то момент скажем шорт не поднадоел и и перевернулся его получил стоп лосс конечно но ниже этого уровня если будем пробивать и закрываться скорее всего шарты мы так и сделали поэтому здесь допустил ошибочку по данному активу то что не не дождался реализации идеи так и плюс я знал что золото если она каком-то импульсе вот если взять вот этот импульс вниз и она дает после такого большого импульса дает коррекцию большую и там две и три больше недели если взять но предыдущие моментов даже здесь да был большой импульс я здесь тоже был за шорт и он реализовался тоже консолидация было около трех недель то же самое здесь поэтому потому что если идет большой импульс большое движение после него нужно сконсолидироваться если мы там падаем по 700 по 1000 пунктов как вот здесь здесь померить понятно что нужно здесь полторы тысячи здесь мы подали тоже полторы тысячи пунктов ровно понятно консолидация должна быть после такого и несколько недель и месяц то же самое даже взять октябрь 20 сильное движение вниз консолидация такие моменты аналогично серебро ребятам говорил но допустил ошибку на текущий момент что по золоту могу сказать следить за уровнем поддержки я думаю что если здесь будут какие-то ложные пробои рисоваться но это уже будут со следующей недели уже где-то более понятно можно там же потом уже что-то говорить коррекция по золоту не будем камнем падать какая-то коррекция должна быть после такого падения возможно дальше ну и по евро доллару скажу комментарий евро подобралась подобралась к такому уровню 17 плюс минус я говорил в прошлый раз уровне фибоначчи и так далее здесь такой час икс возможен скажем коррекция глубокой или разворот по евро доллару в лор поэтому я бы здесь уже на этих минимумах лично я бы не шортил хотя здесь мы можем дальше падать спокойно по тренду очень сильно здесь лучше там скажем возможность небольшим объемом отступиться ниже с текущих стоп-лоссом ниже 17 но не но здесь бы конечно лучше подождать сильного интуиция наверх консолидация и так далее уже посмотреть что это за консолидация ну как-то шортить здесь на минимум хотя я вот здесь я говорил про шортах по евро доллару я бронетом 1.19 с копейками здесь была консолидация мы ее отработали здесь у нас просто нападение и возможно какой-то отскок довольно сильный там район там 1.19 возможно и как я уже сказал разворот тренда здесь будет то же самое фунт доллар вот если фунт доллар сегодня закроет бычью дневку хорошую зеленую большую то на ткате можно будет говорить дальше о покупках сильных по данному инструменту если как и евро мы задаем вниз то здесь о покупках не стоит говорить то есть вот такое напряжение то есть это уже ближе к четверглу может сформироваться какая-то покупочка спасибо тебе Виталий за комментарии за торговые сделки идеи следим за тем как поведут себя рынки напоминаю что день обещают быть очень интересным как собственно и закрытие недели волатильность будет значительной большой итоги подвинем уже в понедельник точно будет о чем поговорить я абсолютно уверен то что на текущих значениях индексы и активы за которыми мы следим уже не будут сформируются мощные импульсы которые реально способны привести к новым трендам там понедельник тоже какой-то там частично да 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 но я думаю что мы с тобой все равно увидимся если ты не против и посмотрим замечательной ситуации спасибо тебе Виталий за еще раз твоя идея за то что подключился хорошие закрытие недели и хороших выходных пока ну ну Продолжение следует...